всех приветствую с вами я ваш веган христолюб сегодня мы с вами разбираем очередной аргумент не веганов убийц труппажоров о том почему они хотят быть веганами ну или их утверждениях не вопросы к нам звучит он как всегда глупо нелепо и жестоко это у меня есть клыки поэтому я имею право есть животных у нас есть клыки для того чтобы мы могли убить ими и разорвать животное поэтому у нас есть моральное право убивать есть их вы знаете читаем мы с вами я оговорюсь по текстам но по нашей с Ольгой стенограмм стенографии его видео выступления некоего английского веган активиста Эд Винтерса Эда землянина мы застенографировали я тут подредактировал ну я читаю и добавляю в этот раз я хочу начать наоборот обычно все-таки читаю бывает предисловие как и сейчас но я именно бывает это отстраненное предисловие а здесь уже мы переходим прямо к этому ответу на вопрос я начну себя как я обычно на это отвечал да и опять покажу что дело не в каких-то мобильных словах а факте и вообще вы знаете вот опять же показываем лишний раз на себе пример что я сам учусь в этом плане и учился и бывает учусь если встречать людей выше себя в чем-то духовном душевном телесных каких-то навыках да в нашем мире здесь тоже самое конечно же рассказывал в плане веганства у того же самого Эда или других веганов активистов проповедников я тоже для себя черпал много полезного но и сам помимо того что у других я рад буду если вы меня что-то черпаете и вот опять же я просто знаете вот у Эда этого нету я сам размышляю тоже дошел так скажем до определенных истин да это очень хорошо вы обязательно тоже поразмышляйте может быть вы еще до чего-то дойдете вот по мне то что я говорил уже конечно достаточно чем ты больше знаешь тем лучше вы сейчас мои мысли наоборот возьмете это хорошо люди служители истины сами в себе и воплотившие они никогда ни на что не подъявляют авторские права тем более на истину да вот и вот переходим к тому о чем я хочу с вами вам сказать по поводу того что наличие я их клыков само уже их вид этих клыков по сравнению с клыками действительно хищных животных имеющихся в природе уже смешно вообще этот вопрос рассуждать но это ладно смех смеха мы должны дать как апостол петр говорил в своем некоем послании твердо четко ответ об основании требующим нам отчета в своем учении в своем мировоззрении в своей жизни вопрошающим да что да как да почему вот на это утверждение я специально ведь этот вот мой текст я редко пишу но я его добавил так скажем между строчек уэдом иллюстрацию стараясь всегда добавить чтобы было более как-то визуальное восприятие навсегда я хорошо и она кстати достаточно хорошо отражает то о чем сейчас буду говорить я и раньше когда вот такой слышал я прям говорю во первых вы никакие не хищники а вы падальщики это очень важно понимать и разницу между хищником и падальщиком давайте определимся хищник это тот то животное это я не от себя придумаю откройте любое толкование любые словари филологические начиная от википедии всем известны любую другую хищник это тот то животное которое собственно даже не ручно а вот именно действительно скажем собственно челюстно убивать животное за счет в основной своей массе конечно она может и когтями там поранить убить в цепи ци разорвать да но в основной своей массе даже они это делают и мир том и как раз именно к чем вот как раз этими клыками и у хищных животных действительно ярко выраженные клыки они бывают в два раза больше в три раза в четыре раза больше основных зубов во вторых они не пережевывают пищу они просто проглатывают это тоже очень важно в основной массы хищников нету даже там каких-то зубов вот как мы их называем задних этих у нас якобы есть резцы ну вот может быть клык который отделяет эти этот ряд рисов и дальше начинаются какие вот якобы от платоядных то что даже трупажора согласно нам досталось вот задние зубы для перемалывания до плоский так вот у основной массы хищников и причем было бы может быть и сто процентов просто есть точно такие же как их называют всеядные да сейчас мы об этом тоже поговорим всеядные ли они все смысл то всеядные всеядство да вот то основная масса хищников возьмите кстати рыб там акулы они ничего не пережевывают они просто себя помещают и все посмотрите на пусть может вообще ряд клыков и даже не рис и у них это просто ряд одинаковых клычков да там нету ярко выражены просто набор клыков среднего так скажем размера одинаковых всех то есть опять для чего просто убить может быть поломать пополам или в свою жертву именно вот этим ртом и убить да акулы разные там акула кул убивают более крупные более мелких мелкие могут на более крупную стаи напасть да возьмите вот таких млекопитающих там неважно каких позвоночных всяких разных хищников да вот они делают основной ртом и действительно клыками действительно клыками пронзает свою жертву и таким образом ее убивают ну и потом в частности еще и разрывают но там этому помогает еще и резцы но клыки действительно играет большую роль какие клыки у человека это клыка не смешно назвать их соритет я рот открываю разве можно увидеть даже этот клык так называемый нет но это все лирика так скажем он часто что я там до клыки не клыки действительно есть хищники достаточно с мелкими такими более клыками прям уж не прям в пять раз там больше основного ряда о чем речь то я хочу сказать по поводу того что действительно ни один человек если уж сравнивать все с животными как любит некоторые города называть все хищниками труппажоры да да я не хищники ни один человек только как все человечество даже труппажоры не веганы убийцы а человеке который доходит до какого животного состояния что уже там я не знаю не одевается в одежду есть люди конечно у кого повреждается ум потому что он там живет уже как дикое животное и действительно или как там в голодные времена говорили прям тоже как животные уже клиентом блокадных ленинградах якобы там и вот так готова уже эту мышку крысу разрывать кошку и жрать прямо идет сырой вот так вот живьем но все человечество всегда признавала это крайностями даже якобы те кто готовы это оправдать что это ради жизни зачем такая проджейс нужна если ты стал как животное хотя животных хороших мы их сравниваем просто ну вы понимаете да приходится говорить и на языке труппажоров то даже они все признают что это аномалия это крайней степени и и а многие говорят что конечно если уже дойдет до крайности я это все равно делать не буду да вот поэтому как таковых никаких хищников людей не бывает и если кого-то когда-нибудь кто-нибудь увидит что кто-то своим собственным ртом убивает там животное неважно свинью кошку собаку мышку до кошка да это делает вы будете делать будьте крыс пополам ломать челюстями нет увидя такого человека вы просто у виска покрутите и от этого человека убежите как можно дальше это вот аргумент вот посмотрите когда начнете об этом задумываться и рассуждать и вот знаете в чем проблема конечно что тот же самый убийца труппажор вообще человек который от истины отстраняется он просто не хочет ничего слушать конечно он вот возле закоснел ему не нужна просто правда конечно же если он открывается истине или хочет и он задумался чека адекватный есть какие-то принципы в жизни скидь стремление к чему светлому доброму до такого человека еще можно в чем его легко даже в принципе надо кажется переубедить да тоже действительно когда начинаешь в жизни рассуждать о таких вещах сразу все становится на полочке поэтому люди никакие не хищники даже по образу и подобию хищных животных я надеюсь вы сегодня это вместе со мной поразмышляв услышав поняли ни один человек даже труппажоры этого не одобряет несмотря на то что они якобы так простых словах могут откидаться вот так с ними поговорите а ты сам убиваешь вот то те котлеты которые у тебя в холодильнике ты кого каким образом перегрыз или убил или напал вцепился никто надо понять и я сразу говорю на это людей очень хорошо действует я так вижу ты падальщик давай сначала на словах потому что им почему-то словом на слов падали падший человек до грешный все это очень здесь близко хотя когда а животных говорят о падальщиках теперь даем второе определение сами же люди дали этим животным это те животные которые едят мясо вот как раз и в принципе у них все для этого тоже там и строение для этого сделанные пищеварение все но сами они не убивают этих животных чтобы поедать их не трупы они отнимают мог там стаи птицы те же самые до напасть на чуть ли не льва там с одной стороны атаковать там от горя чтобы он там отдергивался другие утаскивают там что-нибудь до отрывают вот либо едят что уже остается что какой хищное животное там не обкладывает все до конца бывает поела и пошло дальше да и вот полно животных зверей которые являются относятся людьми отделили класс который именно вот так живут они сами не убивают они питаются тем что убили другие так вот когда я рассуждаю и те кто заикается таком я прям так во-первых ты падальщик это очень важно тоже и человек должен понять что никакой не хищник он падальщик он ест то что кто-то он ест трупы которые кто-то для него убил он сам никому в глотку не вгрызается собственными зубами тем более он опять говорит я хищу я у меня есть клыки сейчас мы от этого в конце и подведем к этому дано я буду об этом напоминать чтобы не забывали о чем речь он утверждает что хищник даже нет я сразу 2 верный давайте мысль расскажу я всем задаю вопрос кто так со мной начинает за эти вещи с кем возможно хоть об этом как-то разговаривать он способен хоть сколько-то вести беседу или у тебя лично у тебя возникает вот этот хищнический инстинкт вцепиться в животное корею вон на вазе едят собак кошек кого угодно тоже рюте а возникает желание при виде собаки кошки впиться в нее хорошо собак кошка там это не с взятыми не приходится общаться живя в россии в смысле их может и много где-то там но я так говорю особенно я больше час жизни подразумевать даже интернет на не суть важно да хорошо с русским то разговариваешь ну или там с кем кто хорошо свинюшка коровы повсеместно убивает курочек у тебя возникает желание вцепиться зубами в любую птицу куриц птиц какая разница в курицу или в любую другую кошка нападает на любую птицу воробей синица чё прилетела она охотится голубь там не голубь чайка майка от этого у тебя возникает желание в свинью вцепиться разорвать ее что насколько ты голоден не был не был весь день ты не ел два дня не ел 3 вряд ли кто-то из людей тоже скажет и практиковал полное голодание может там дней десять чтобы сказать да вот у меня там уже планка падает и я могу ты можешь сказать вот ты обычно как бишь есть хочу готов бы к сожжать там после дня допустим не получилось пообедать у тебя возникает физическое желание в пицце в жертву до холодильнику у тебя желание в кастрюлю залезть конечно возникает ты есть хочешь может день прошел так стакана воды и не было возможности видеть в животное в любое живое существо которое убьется сердце который кровь которая которая толкает кровь по всему его телу у тебя возникает желание нет конечно может дурак ответить да там играй с тобой лишь у тебя уже издеваясь но ты понимаешь что все мы люди одинаковые мы лишь отличаемся поступками сознательными поступками делать добро и зло причем все прекрасно осознают добро это или зло вот и все поэтому конечно издеваясь он уже может начать усмехаться там да да я там ну естественно понимаем что у любого нормального человека у меня у вас кто меня слушает и не только у 99 и 9 процентов населения планеты может быть какие-то отклонения на психи психическом физическом уровне бывает вся как-то мир этот исследовал в природе всякая доходит да может какая-нибудь перерождение мутация он сам туда по достоинству своей прошлой жизни попал мы не знаем всего этого но основная масса берем да за 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 математическую такую единицу да и все человечество конечно же не ни у кого не возникает более того у любого нормального живого существа человека вернее у него возникает любовь к любому существу нам все хочется погладить кто кто в ком мы осознаем живую душу мы любим птичек мы любим рыбок даже да на самом деле так и есть просто вот утропожоров ум помраченно они даже уже настолько от этого отошли что они не хотят даже об этом задуматься то есть что физически что что внук по внешней природе что по внутренней человек никаким хищником не является единственной какой категории он может себя отнести из на то пошло это падальщик это раз это надо понимать поэтому как раз попытается трупажор убедить что вы хищник объясните ему что не хищника падальщик это раз он есть то что убивать другие он сам не охотится он не вцепляется более того вообще никак не охотиться можешь сказать да и во вторых он уж точно не 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 убивает свою жертву своими клыками как он утверждает что наличие какой-то внешней до похожесть на клыки хотя вот и настроение всего этого рта действительно она не сейчас это бы дать в городе оставлю она не соответствует всей природе хищнической действительно сейчас мы дойдем до того что якобы мы там всеядные поэтому этот важно понимать давайте зачитаю что написал но и для себя для пометки так это я пишу могли бы беру да в кавычках цвета то еще раз у меня есть клыки поэтому я имею право есть животных или у нас есть клыки для того чтобы могли убить и разорвать животное поэтому у нас есть моральное право убивать их и есть я говорю я пишу могли бы ну вот только на практике никто из людей не вгрызается своими своим жертвам в глотке а убивает их каким-либо орудием в своих руках то есть вот руки наличие до мы сделали это орудие этим орудием убиваем мы не убиваем собственноручно любую палку берем и даже не кулаком хотя в природе есть мужчина или женщина такая что даст по голове этой же корове может она также как от пистолета умрет бывают такие богатыри но мы убиваем это разными видами оружий но большинство людей это раз поэтому по поводу этого мы уже поговорили да это падальщики я пишу на большинство людей и этого не делают сами своими руками то есть в принципе уж если кто бы мог себя хищником назвать только только те кто во первых сами убивают на скотобойник в деревнях то опять же не забывайте о том что если вы пообщаетесь просто на тем возьмите в деревне даже поговорите далеко я конечно не могу опять я не господь бог чтобы вам проценты выдавать все время какие-то точные но по своим наблюдением общению я прекрасно понимаю вижу так общаясь что я не знаю да пусть даже мы просто на так скажем на формально поделим людей напополам потому что когда ты общаешься ты понимаешь не я сама никогда не они живут все они мы все едят что в деревне что в городах она говорит я сама этого не делать скажу а будешь делать тоже нет то есть от процентов никогда этого не делали не буду делать 50 процентов в деревне все равно дошли они держали как говорят скотину они либо отдавали и потом на убой либо приглашали но я их не могу назвать людьми да я их называю человекообразными падальщиками труппожорами да вот таких человекообразных людей они приглашали да и вот они там забивали для них так скажем то есть вы никакие не хищники то есть вы это даже не делать потому что у вас еще хоть что-то там еще свербит пока в отличие от тех вообще у которых там уже свербеть все перестало да ведь вы даже приглашаете либо отдаете там на убой увозить и да аж всегда там приглашали соседа то есть отморозка по сути да или ей бы вообще известный какой-нибудь убойщик да но он мог заболеть пропасть еще куда-то приходилось самим у кого-то находились такие же поле того я знаю был профессионал все знали вот там васька уборщик не просто они может каких дворах и тоже били назвали не в те кто для себя бьют а это он для всех готов прийти ему без разницы от его работа ему за деньги для себя только били он не готов для всех бить целыми днями в этом аду своих забивает у себя на заднем дворе где-то еще работает муж какой-нибудь ремесло там а это целыми днями долбит это его работа и вот есть вася убойщик поэтому вы никакие не хищники вы падальщики хищников вот так скажем единицы топ участники не хищники а вы просто убийцы это сознательное убийство она не инстинктивное сознательно выращивается кормится по головке гладиться ухаживаете якобы там за ними даже и потом берете нож и режете горло это сознательное убийство это не хищничество хищничество это инстинкт опять что туда попадает вот такие в шкуру этих животных хищники появились от того что убийцы труппажоры стали души их стали входить животных эти животные стали разрывать себе подобных потому что они уже и в этой жизни дело не стали продолжать то что они делали но так как животные не имеют высокого разума духа до осознания они стали такими все они стали как они сами сказали у нас это уже как инстинкт мы убиваем уже просто так все идет конвейер вот они такими становятся почему мы якобы заметьте почему люди ладно отдельная тема о хищниках у меня есть одно видео еще одно запишу вот это я все расскажу кому интересно следите за роликами на канале вот поэтому основная масса это самые настоящие падальщики аргумент с клыками я пишу аллогичен ибо никто этими клыками не пользуется ни для убийства животного раз не для поедания мяса как они говорят я и так и пишу не для поедания мягкой котлетки или сосиски и забыл и прочих блюд что составляет более 99 так и есть процентов ежедневного рациона человекообразного падальщика труппажора о чем я говорю я был таким же вы часто ели шашлыки раз в год два раза в год я конечно люблю это для красного словца все может для контраста в 99 неважно сколько там процентов 98 97 пару раз вы там или раз в недельку в ресторан ездите на шашлычки ли сами готовите это не суть важно основная масса вы вот что едите что вот на экране для этого клыки вообще не нужны вообще не нужны гамбургер есть с котлет который в руках разваливается там как сами хотим мясо там есть вообще до сосиску вы едите да она вам клыки нужны чтобы сосиску из нее макароны как там я уж не помню называется когда там с этим с фаршем перемен вам клыки нужны не основная масса кулинарных блюд с мясом никакие вам клыки не нужны уже с рыбой там с чем угодно все там уже ничего нет все там перемала то все там салатик какой-нибудь вы просто едите вам как раз нужно задние зубы то есть это еда для вас уже вы вы не пользуетесь клыками не для убийства не для поедания более того шашлычок то вы едите я не с неба свалился не с луны проповедуя труппажором я самым когда-то был все что вам нужны резцы и задние зубы которым бы мясо пытается переживать в отличие от хищников которые вы просто заглатывают она целиком попадает его желудок и вы это все делаете не клыками вы все это делаете ножом порезали да если даже большой кусок или в этом это вырез сами отрывайте не как клыки вообще там почти не участвует многих они людей слабо еще слабее вырезаны вы откусываете резцы большую часть участвует в этом ну или ровно столько же практически как резцы если вам все клыки завтра выделили на место не были бы рис и вы спокойненько будете дальше есть и мясо или вот овощи сейчас мы об этом поговорим потому что вы точно такой же этими жертвам едите точно такой же яблок и вот яблоко попробуй действительно откуси это тут все вместе участвует но одно без другого спокойно живет то это уже продукт это очень важно понимать вот этого аргумента достаточно на самом деле достаточно для чего чтобы человеку пер сказать ты никакой нет не хищник ты не хищник ты сознательный убийца это раз если ты сам это делаешь либо то вообще падальщик ты потребляешь просто эту продукцию причем ты припотребляешь ее в том виде в котором клыки твои вообще не участвуют то есть получается сам аргумент он настолько действительно аллогичен то есть есть клыки я ими не пользуюсь сейчас мы выясним и все прекрасно знаем что вот именно они как раз мне нужны яблоко куснуть действительно тоже впивается часть его разламывает хотя мы его резцами еще грызем да мы клыками мы на клыки ничего не кладем они у нас вот такие вот более того мы сейчас об этом это уеда тоже не будет это я сейчас заранее уже говорю то чтобы мы с ней потерять и кстати даже не пометил у у хищников клыки ну или это помню говорил об этом как мы сейчас будем сейчас он скажет об этом и вы все знаете в природе огроменные вот такие клыки и самый мы сейчас рассмотрим бегемота они у нее для чего ну давайте мы спускаемся по тексту и будем об этом говорить сейчас кое-что и вот уже в принципе это тоже есть чтобы я же действительно все-таки почитали сначала и я еще пожую эту же тексты эда аргумент о том что человек всеяден очень часто используется как оправдание ну теперь переходим потихоньку играть этих в сравнении с хищником хотя еще раз я просто хочу сказать почему достаточно того что я даже сказал вот моих этих мыслей потому что речь идет в принципе только клыках но это конечно расширенно говорит и я тоже стуки уже успел немножко тему даже затронуть там души почему хищников до переходит вот здесь тоже самое тут к этому никаких претензий но не забывайте о том что аргумент звучит просто у меня наличие клыков якобы похожих на клыки хищник хотящие ни капельки не похожи на клыки настоящих хищников до посмотрите с кому интересно я не стал тут фотографии размещать леопардов депардов и так далее до крокодилов можете сами все посмотреть действительно вам интересно и задуматься насколько это все глупо помимо жестокости насколько те все аргументы трупожорски всегда в оправдание зла противоречия истине несуразный нелогичный неправильный ну и неистинно если все это объединить да ну переходим в более расширенным я в принципе тоже об этом поговорить говорить уже начинал да что аргумент якобы всеядности говорит часто используется как оправдание для убийства и поедания животных этот аргумент можно рассмотреть с разных сторон многие считают что люди по своей природе всеядны хотя на самом деле мы физиологически ближе всего к травоядным и даже к плотой к плодоядным ну то есть них траве а к плодам да вот хотя честно тоже вот не вдавался прям если но есть животное который через траву едят вообще никаких плодов не потребляет хотя я думаю любую травоядное увидит какой-нибудь плотный тоже есть хотя мы вот именно плодоядный то есть у того что есть плод на это указывает наша анатомия и физиология у человека очень длинный кишечник гораздо длиннее чем у всеядных животных и хищников кислотность желудка человека слабее а ногти не могут выполнять вот эти функцию хищных ногтей они тупые ими не разорвать животные в клочья слушайте здесь вообще не поспоришь когда я учуя как я хищник и во-первых ты трупоядный трупожор это раз падальщик трупожор во-вторых действительно клыки посмотреть правда на ногти то что ты своими ногти чуть вон за стол зацепился уже караул кричим выгинаются в другие стороны что ты сделаешь своими ногтями и посмотреть кошка тут не дай бог до переигралась или вдруг разозлилась у кого кошки есть тут все прекрасно понимает это кошка вы посмотрите действительно какие-нибудь документальные фильмы посмотреть что может сделать там кошки побольше львы эти игры что делают медведи да да там так там чем вообще разрывает просто жертву свой действительно в коуче что ты можешь своими ногтями сделать чего это смешно все кишечник то же самое реально его длина вся вот это у нас там кислотность все чепуха мы реально плодоядный плодоядный а слово плод наша челюсть двигается из стороны в сторону когда мы живем и это реально так это нужно для того чтобы измельчать пищу а не разрывать ее и не проглатывать целиком эту добавляю к этого да потому что кто хищники они просто забрасывают туда и просто проглатывают это они не жуют это им это не надо откусывая куски плотики куски плоти так поступают хищники говоря о стороне зубов стоит упомянуть наши клыки люди используют факты наличия зубов которые называются клыки чтобы морально оправдать убийстве поедание животных но наши клыки тупые и короткие материальных даже он с километра не видать да хоть ты сблизи смотри этого клыка это средняя форма реально между резцам переходная форма такая и вот этими вот плоскими зубами все чуть по-другому он выглядит такая один средненький зуб между вот этими и этими этих нага резцев задних много так скажем относительно да все один по одному все но наши клыки тупые короткие они нужны для того чтобы могли вгрызаться в твердый хрустящий фрукт и овощ например в яблоко хотя мы она и по сути то рису рис сами его а откусывая наш клыка нас практически не выступает даже относительно них там два миллиметра у тебя ничего даже не удержит если так как яблоко повесить не повесишь пока его не насадишь на резцы это все смех тупые отговорки вообще-то в природе у травоедных тоже есть клыки и контраргумент действительно когда от размышляешь спасибо я тоже все это чтобы быть более вежественным более в этом плане подкованной гор и грамотным самый и более того быть самые большие клыки действительно знаете кто-то заморочился следы он сам конечно наверняка откуда смотрел ну действительно природа я тоже любил когда ты в мире животных и правда кто не знает бегемот это самое там любит тоже лев царь зверя я помню когда стал этим вопросом повзрослее никогда те в детстве все эти мультиками показывает доказаться бегемот самое чуть ли не страшное животное в африке там его все боятся крокодилом крокодила они ломают вообще просто иду как они так раньше думал плавают они вообще их бегемот прокусить не может у него там шкура вот такая как панцирь да ему крокодил я думаю как они вот в этих нилах там вместе с крокодилами плавают а им окажется до лампочки во-первых у него там мощь нереально он если встанет на него или легнет его там крокодил пополам сломать и оказывается у него вон клыки арки какие больше в три раза или там в 10 раз по моему крокодил их он его раз куснет ему пополам его вопьется ему там почему крокодилов брюхта и у него нет такой брони особенно снизу сверху еще там у него есть это чешуя по это снизу крокодил достаточно мягкий его любой он полу любой хищник крокодила спокойно убивают и львы на них охотят сказал крокодил как там лев на него спокойно посмотреть нападают и все и загрызают этого крокодила чё там у у льва еще меньше вот так же перед там переворачивают пытается брюхо морской спороть да вот так вот так вот вам пожалуйста бегемоты полностью травоядные полностью посмотрите вообще на эти клыки вы посмотрите это я самую какую-то фотку такую безобидно у нее 4 клыка здесь вот там видно на фотке у нее два вверх и два вперед зачем вперед и вот тут о чем я проглотил не сказал чуть выше зачем вот травоядным то эти клыки даже травоядным казал полну как их там угодно зови не конечно овощи едят вы поняли короче такие же как мы божье создание а т.д. мы еще для чего для самообороны вот и все поэтому наличие клыков когда труппажор до человекообразность ссылается это вообще смешно смешно потому что в природе особенно не на природу очень любит это вот как бы на природу ты посмотри на хищных животных ну вот объясните ему все попробуйте конечно чайку минуту послушать идиот ничего слушать не хотят чрева их бог чрева все мозги заплыли кровью и глаза вернее и все и мозги там жиром для чего они одним чтоб действительно убивать и отрывать и проглатывать другим чтобы защищаться вот в природе для чего клыки тебе не нафига это вообще не клыки это лишь слово кто-то взял одинаково якобы по образу и подобию но клыки наши невозможно сравнить с клыками хищников или как мы видим да не хищников которые этим же клыками убивают на них нападают для самообороны они не потребляют потом мясо и сами не нападают но они защищаются до чего слону бивни защищаться он ими не убивает у вас есть похожие бивни нет он убивает специально нет но он защищается по-другому никак у нас бивни якобы нету наши эти клыки можно с бивнями то сравнить тоже 2 для чего они почему они всегда вот так у них для защиты у него он тоже самое два вверх два вперед чтобы так и так там короче разорвать и посмотрите а когда там фотки есть там в живую посмотрите видео сейчас все есть так что вот так вот большие клыки всех более того сам большие клыки всех наземных животных принадлежать бегемотам а бегемоты полностью травоядным а это в корне отрицает аргумент а то просто евро тут тоже слово травоядное ну это ладно то что я видел как их там арбузами они арбузы обожают ну понятно чем животное которое травоядное или не будет там плоды есть будет есть с удовольствием а это в корне отрицает аргумент о том что само наличие клыков клыков и вот не таких как у него дает нам право убивать животных ради того чтобы их сожрать ведь бегемоты не поедают плоть других животных при том что у них самые длинные клыки среди всех наземных животных их клыки гораздо крупнее длиннее чем клыки любого льва тигра ягуара или пантеры гораздо длиннее чем у любого хищного животного бегемот действительно нереальные животные такие удивительные ну давайте вот потихонечку с вами к итогам подходим хотя для меня эти споры факты не имеют никакого значения в моем понимании неважно кто вы по природе всеядный травоядный или плодоядный наличие физической возможности совершать какое-либо действие не дает нам морального права это действие совершать это формула уеда гениально он уже не раз об этом сколько читаем говорит я с ним полностью согласен и сам в принципе в жизни тоже самое проповедую наличие у тебя рук не дает тебе право воровать я люблю вы знаете как христианин все время это хоть тоже на людей на показывает примеры чтобы к животным применили ну там условишь надо еще животных личностью признать но и плюс я стараюсь всех зайчишек догнать сразу и сразу поговорить обо всем это любви к людям то же самое наличие рук разви дает мне право грабить человека наличие ног раздает мне право ломать ему череп забивать там лежачего разве не дает право наличие полового органа не раздает право насиловать кого-то мужчину женщину не какое право мне дает на моральный принципе мы в жизни как любим на других тоже все это на несправедливость в обществе наличие денег раздает мне право вершить все в жизнь покупать все что я хочу смысле там истину до подкупать кого-то этим деньгами распоряжаться да как-то неверно не 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 на добро не просто наличие факту меня денег нет она дала мне прав наличие корочки какой-нибудь полицейской судебные еще какой-то власти с башни раздает мне право беспределить не наличие физическое ну все что я перечисляю деньги статус власть знаменитость или кто кто на меня кто на меня смешит анекдот помните так и я наличие группировки какой-нибудь или вас 25 или человек что дает право одного человека убивать захватывать наличие рук ног до орудия убийства которую ты сделал посредством этого дайте право чужую землю захватывать да не убивать человека не так и это все в жизни бог сотворил ничего плохого нету в жизни зло творит только человек по своей свободной воле все нож неплох не хорош человек хорошо что я придумал но этим ножом можно порезать салатик для себя и и окружающих а можно убить человека нож плохой сам в себе не что я делаю этим ножом другой вопрос в мире нет вещи самой по себе плохой деньги плохие дни хорошей не они не плохи не хороши это просто средство обмена удобное средство обмена раньше не знали как оценить да как картошку на виноград поменять в какой в каком размере у одного родил другого нет деньги просто договоренность между людьми тащи фантики это это иллюзия на самом деле это за ними стоит договоренность они никакой ценности материальной не представляет договоренность стоит кто разбирался в этом вопросе для удобства жизни людей хорошо хорошо что можно какие можно злые вещи чтобы посредством денег делать ужасные даже если бы мы по природе были всеядны даже если что действительно не является когда в это вдумаешь ну конечно волю так вдумываться уже можно когда-то очищаешься от это все когда ты стал на сторону света потом те мозги просветляет и действительно сам озираешься на все это понимаешь насколько все это тупо да если ты раньше так мыслял как ты мыслил в темноте да во первых ты действительно человек вообще не всеядны вообще не всеядны никаких предпосылок ни внешних не внутренних психологических или как это говорит инстинктивных но это область психи чувств у тебя не возникает желание у нормального человека убить животное никаким образом не клыками не ножом это уже у людей как они это беды до наш мято то есть он все ложное в ложной матрице живет надо жрать мясо идет даже нехать и убивает пусть там эту курицу в дворе у нормального человека не возникает вот убери ему эту ложную матрицу в голове вложено что надо жрать мясо и все и тогда убивать не ну а тех кто как гриту если он так а мы же называем живодер кто просто так убивает или даже просто так вот он взял курицу не просто ради мяса вопрос шел и камнем ее зашибет мы называем таких людьми глупыми живодерами есть обращение за жестокость обращения животными даже в дикой природе и когда ты к чужому к соседу вот тогда отнесся то есть просто в обществе в дьявольском все равно вот какие планки положили до к сожалению очень низкого уровня ну вот домашнее животное же не домашние уже не животное хотя у нее даже слова домашние казалось бы забивают своих до убивают своих домашних это звучит вообще ужасно антинамично как я все говорю убивают домашние животные домашний скот слова дом и убийство как вам ничего когнитивного как их диссонансы не вызывает нормального человека уже это все вызывает даже если бы мы по природе были всеядны то тот факт что мы можем питаться только растительной пищей а это факт не просто факт как тут немножко это в одном катеть сказал что вы поняли короче это неизменный факт что у нас есть необходимость что мы можем пытаться только растительной пищи означает что у нас нет необходимости убивать животных и еще я кстати хочу сказать что даже если кто-то сказать да нет это вот говорит о всеядности но якобы мы же что я живот ем и не подыхаю и в моем кишечнике длинном это как переваривается да хотя если вы через пойдете через дороги к веганству найдет столько исследований что там мясо это яд все что в нем находится в эту трупятинте яд поэтому вы дохните болеете там конечно это кто по за веганство по здоровью топит вы столько найдете о вреде трупятине что за голову возьметесь но даже если так я как христианин хочу сказать во первых я забыл еще сказать самом начале что лет пытался говорить там надо было в теме сказать уж не помню короче человек и был создан таким это очень важно о чем там это как бы редко говорит я особо конечно свои ролики стараюсь затачивать людей хоть как называешься им кто религиозные верующие доход что-то исповедующие высокая далекая да и светлая как бы он это не называл до чек был создан и мир был создан из любви и любовью именно поэтому все аргументы сейчас и из-за это только и факты работают на это уже так и было и ничего после грех падений поспотоп как там любят некоторые религиозники оправдывать что якобы человек что там изменилось ничего не изменилось ныне действующие веганы живущие в мире доказывают что вот именно ничего не изменилось вот но даже если и это факт к сожалению вот это как бы говорит да получается это факт действительно трупожорки . сказка у меня бабушка недавно отошла другой мир 95 лет всю жизнь естественно трупожорила да как а как я могу говорить что они вот тоже долго там не живут или еще что-то ничего прожила поэтому действует может конечно человек всеяден но я вот тут пометил в тексте это лишний раз единство доказывает что природы бытия три стороны это бессмертие любовь о которой мы все время пытаемся говорить да прежде всего а морали как это или по крайней мере как его переводит говорит да а треть природы свобода выбора я вот иллюстрацию подобрал достаточно говорящую как раз к этому вот уже выводу да вот это свобода данная бог хотите являющийся природы бога всего его бытия и нас в частности это очень важно понимать это свобода наличие чего-то физического действительно как уже это неоднократно говорил наличие физической что-то делает это лишь дает вам в мозги должна одна мысль приходить что я конечно свободен да я могу а право имеют уж извинить по достоевскому да и блоха или да уж я или им право имею бабку убить убить то ты можешь а право не имеешь потому что да это будет от к себе бы ты хотел такого не поступать с другими так закон жизни уже к любви к третьей природе переходим или возвращаемся или по кругу ходим до что такое любовь а к себе ты все это хотел не к себе ты конечно не хотел а значит и моральному оправданию этому нет потому что это приносит боль ну и тут это как раз переходит к этому к любви а боли страдания а значит и моральному оправданию нет потому что это приносит боль и страдания другим живым существам которые просто хотят жить даже если бы мы могли бы своими клыками разрывать животных и откусывать от них куски куски давайте поменьше сделаю чтобы видно хорошо было хочу чтобы картинка на экране сохранялась так наличие этот даже если бы мы могли своими клыками разрывать животных и откусывать от них куски оправдать такое поведение с моральной точки зрения с точки зрения любви христиан всегда особо ну псевдо христиан не могу христиан называть которые якобы проповедуют даже некоторые хотя об этом уже не заикаются но я пришел бог если любовь бог естественно бог из природы бытия все бытие должно быть пронизано любовью это никакая не любовь убийство живых существ богом же сотворенных в которых он всячески во всем тоже пребывает это никакая не любовь такое поведение с моральной точки зрения с точки любви было бы невозможно когда в поедании плоти нет никакой нужды но еще раз этот выделил это говорит ну просто я об этом не разграл наличие физической возможности которая могла бы помочь нам совершить какое-либо действие я серым текстом добавил помечайся злого то есть действие да не дает нам морального права совершать такие действия как и не обязывает кстати доброе это не инстинкт наличие чего-то рук и но хоть не говорит что я пойду и помогу кому-то что-то доброе дело сделаю не это мой выбор сделать кому-то доставить кому-то удовольствие тем самым обрадовав человека а счастливее вода я могу доставлять удовольствие могу да я могу погладить животное человека погладить поцеловать могу я делаю это кто делает кто нет это выбор в обе стороны рука и нога моя для меня понятно для внешнего человека она не добра нехороша пока нам не сделала плохо или хорошо боль причинила или удовольствие но еще это рукой относительно этого человека сделаю погладил обнял поцеловал да в нем наличие у меня руки это хорошо если я мой ты рукой челюсть сломал для него наличие у меня руке плохо например я могу сжимать ладонь ну вот эту-то об одном и том же мы с ним говорим например я могу сжимать ладонь в кулак но это не дает мне морального права бить кого бы то ни было только потому что мы физически можем превратить кусок мяса а затем выделить его из организма не делает нам морального права так поступать так что если даже вы считаете что природе все ядны ну как бы так и есть я говорю да не дохнут же трупажоры прям после первого куска пусть вы все ядны но единственно про эти клыки это такая тупость это такая тупость вы все ядны только по уровню желудка в этом плане вот по построению рынке не хищники не убийцы там в плане вот как хищники туда вы не вам эти клыки не для охраны данные вы имени от кого не отобьетесь вас любой животное разорвет и вы уж точно крокодилу в брюхо не вцепите своим клыками смешно просто все да человек действительно все яден все и жрет и хоть бы черная и трупажоры живут и до 90 до 100 и бывает немного болеют хоть пытаются там тут за здоровье проповедовать и людей переубеждать на эту сторону вставать я против этого конечно а то что все яден да но это вот именно твой выбор это единственный твой выбор но и тени как всеядность наличие еще раз мы уже об этом талды чем талды чем ничего тебе не дает никакого морального права не любить и творить зло так что если даже считать что вы по природе всеядны это это не имеет в сущности никакого значения раз мы можем выжить получить все питательные вещества энергию из растительной пищи мы не можем морально оправдать убийство животных вне зависимости от того всеядны мы травоядны или плодоядны ну такое вот видео надеюсь оно очередное невежественное потому что они не разбираются вот вы заметите что люди которые не хотят становиться на сторону света истины добра любви в любых вопросах как христианин скажу что в человек проповедующий совершенную любовь ко всему мирозданию люди которые не стремятся к истине они вот вот это вот уровень он не хочет размышлять он не способен становится с годами своего возраста размышлять у него все там атрофируется до бог чрева и все они мыслят о земном как в послании написано да аргумент абсолютно невежественный бессердечно это конечный результат он глупый и алогичный абсурдный он никаким образом не соответствует реальности хотя они любят я говорю его тоже я полгода кто-то мне да мне папа такое варю я на то же самое ты падаешь как раз я не путай понятие очень важно знаете человеку вот так объяснять в том плане быть просто вот их даже даже знаете человека поражает брать бывает просто твой острый ум это действительно так начать задуматься что все-таки стрему может так вот апеллировать ему деться некуда ты его прижимаешь к этому вот и все ты кого ты в кого впился хоть раз кого ты хищник убил хоть раз своими клыками кого никого какой-то хищник ты падальщик ешь чужой вот там кто-то забил 2 ты чё этими клыками делаешь в котлете в котлету разрываешь на куски смешно если бы не было так горько но на них это ну как я как работает ями что-то его конечно прижимаешь к стенке но концов когда ты принимаешь этих людей к стенке чем у него концовки а мне все пофиг как есть помню присказка такая из юности да я как раз делая сделан из мяса или при песне такая какая-то была не помню какую группу я хочу и все мое вот я бог чреву мое удовольствие важнее всего на свете все остальное все мне до лампочки это чистой воды и эгоизм и любовь к себе все мое я мое мое эго мое удовольствие они превыше всего на свете неважно и у кого-то разные планки просто да ну тут до этой готов там дальше не вроде не переходит там до кого-то высшие люди вы знаете прекрасные в истории таких исторических личностей полно реальному что вас такие люди к сожалению окружают это просто беса самый настоящий у которых вообще нет ничего святого вообще ну максим это там совсем это из его тусовки из его о пг он своих о пг шовцев любит да все так скажем это в пг кто знает тоже сам тебя любит до поры до времени потом с тобой сделать то же самое что с остальным там нет никакой любви и там люди потом пожинают плоды того что они сами с другим творят ну так вот на сегодня у меня все я вас в принципе потихонечку уже поздравляем с вами вышли на финишную прямую у нас осталось ну по этого версии ровно три я кстати тогда вам анонсирую это три очень важных очень интересных под конец таких оправдания аргумента вопрос это если я стану веганом родственники друзья не поймут меня очень важно поговорим об этом расскажу свой опыт конечно же как всегда засвидетельствую ну кто-то знает кто-то нет 29 бог разрешил на месяц животных казалось бы самая моя тема да кто меня знает кто нет я помимо веганство христианин да но я вам скажу что уеда очень сильная вот это тоже вот его ответ его там мотивы его вообще миру вообще я буду с радостями его не просто дам отсылку вот смотрите мои ролики как христианина это даже себя не ассоциирует там да ни с какой религией с каким-то верованиям не с богом не употреблять и слова казалось бы других да просто отлично эти ролики все получатся длинными следующего три видео конечно будет длинными о родне друзьях будем говорить вот об этом о боге разрешающим до злодеяния но что уеда и очень интересно насытил я там иллюстрациями ну и под конец это если что все это сам прошел и выбрал сторону света один в поле не вы не не воин принципе уже был у нас вопрос типа веганство активизма но это именно опять вот такой о страхах да и о том что и один вот ну тоже поговорим как раз такой тоже не прям много но будет интересно зафиксируем все это поговорим и мы с вами по сути на финишной прямой скоро закончим потом я конечно добавлю еще кое-что там есть у меня мысли свои вот но тогда все самое важное почти разобрали ладно не буду больше отнимать ваше время всем спасибо все равно за уделенное время я надеюсь что вам эти ролики приносят пользу назидание вот я уж не надеюсь но все равно призываю ставьте лайки делитесь этими роликами не бойтесь нет ничего в жизни выше истины правда любви все уйдет останется только останется только вы все ваши страхи об этом я много тоже говорю своих проповедях все это ерунда это страшно только здесь и от этого не страшно зависит ваше будущее нынешнее состояние очень важно понимать надо себя перебарывать надо становиться на сторону света надо светить людям если вы любите особенно говорить людей надо им свете любовь в этом мире грешным лежащим возле просто утонувшим своей блевотине проявляется имени в углу именно в говорении правды это самая высшая планка это страшно это может быть больно это может быть чревато для того здоровье и даже жизни но это высшая планка познать жертвенную любовь что это такое стать богом убить в себе искоренить уничтожить все страхи и тогда обрести полноту свободы счастья все до встречи в следующих роликах а